Дима Якунчиков учится в третьем классе 15 лицея. В этом году он впервые решил попробовать свои силы в осенней олимпиаде по нестандартной математике творческой лаборатории дважды два. Задания были непростые, но мальчик справился с ними и заслужил похвальную грамоту первой степени. Дима доволен своим результатом, особенно потому, что математика его любимый предмет в школе. В математике мы очень часто узнаем какие-то новые типы задачи, новые темы у нас часто там происходят. И вот для меня это все интересно. Олимпиаду по нестандартной математике творческой лаборатории дважды два и турнир по устному счету молодежный центр совместно с Арфатыни Яумифи проводят уже пять лет. И с каждым годом количество участников растет. Этой осенью интеллектуальные соревнования собрали более 500 человек. Из них 109 стали призерами. Когда мы начинали пять лет назад, в основном интерес к нашим мероприятиям проявляли ребята из лицейских школ, ну из гимназии. Ну, по большей части это были ученики третьего и пятнадцатого лицеев. Сейчас, ну, скажем так, география школы, она очень широка. То есть очень много школ нашего нового района, 17-е, 16-е, 14-е. То есть интерес очень большой. Особенно большой интерес к турниру по устному счету. В Олимпиаде по нестандартной математике могли участвовать только ученики начальных классов. А на турнир по устному счету приглашали всех желающих. Попробовали свои силы и родители. Примеры очень сложные. Их нужно решать в уме. Это крайне сложно. Родители, в общем-то, в этом году у нас попробовали и поняли, насколько это ответственно и серьезно. И как при этом себя чувствуют дети. Зимняя Олимпиада по нестандартной математике пройдет 9 февраля. Подробности опубликуют в ближайшее время в группе молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.